Привет, девчонки! Ещё раз это продолжение. Сегодня ролик я вам уже выложила, вы смотрите, но не знаю, что вы там пишете, не знаю, что вы там смотрите. Вот, я решила пойти прогуляться до нашего секонда. Оделась, или наделась, пошла в наш секонд, походила, посмотрела. Одну кофточку взяла посмотреть в дешёвом отделе, стала одевать и увидела, что поехал глазочек, повесила её. Зашла в дорогой отдел, кофточка тоже приглянулась, я стала её мерить, но на этот свитер, вот надо снимать, стирать свитер. Отдела на мне маловато. Ну, вот как-то так вот просто походила, погуляла, потом зашла в наши соседи, отоварилась, покажу немножко, что я купила. Вот, девочки, зачем лишний раз заходить в гастроном? Ну, ведь есть у меня продукты, я вам показывала, два дня подряд я покупаю себе продукты. Ну, зачем вот, ну, зачем вот заходить? Вот зашла обязательно, того купила, того, того. Ведь можно обойтись без этих продуктов, можно как-то иногда и, как мне пишут, скудненько попитаться. Но, однако, вот покупаешь, как-то глаз падает на продукт. Вот, что хочу сказать, на улице погода зашибись, девочки. Так хорошо, снежочек падает, вот это всё как бы, оно отхлюплое, вот идёшь по этой кашице, но кашица не мокрая, не влажная такая вот. Вот, ну, в общем, хорошо, в общем, между оттепелью и между морозом, вот такая вот грань. Хорошо, на улице очень приятно, легко дышится, надо будет вечером, дядь, походить просто по улице, просто. Сейчас мне надо приготовить, кушать, разбухла моя перловка, сейчас залью, пусть варится перловка, но я не знаю, есть я хочу, три часа. И так не хочу опять картошку, вот это вот, можно с килькой томать, а можно с этой ветчиной, не хочу уже ветчины, вот не хочу. Лежит она, я утром попробовала, всё. Значит, надо картошечки отварить с килечкой, но не знаю, зачем мне картошечку с килечкой отваривать, когда можно отварить перловки. Короче, такое вот в голове, крутится мне разная муть. Так, что я купила? Вчера в нашем магазине не было яиц. Сегодня есть яйца, но они не из дешёвых, не помню, почём они, девочки, не помню. Так, потом, купила за родину опять шпроты, очень понравились, тут они средней величины, и так они щитненько уложены, что они не болтухаются. То есть, хорошая вот эта вот фирма за родину. Купила, пусть будет, вот, просто пусть будет. Потом сглупила. В наших соседях печёнка на уценке, жлобинская, свиная, 2,76. Это очень дёшево. И чего-то я сглупила, я говорю, продавцу отрежьте мне маленький кусочек, небольшой кусочек. Она мне отрезала. Иду и думаю, 2,76. Ну, надо было мне взвесить весь тот кусок печёнки и всё. Это очень дёшево, 2,76 с жёлтым ценником. Ценник жёлтый и, ну, дёшево, девочки. В нашем магазине часто печёнка дешёвая бывает. Вот, ну, этот кусочек я взяла лишь для того, что когда я буду делать блинчики, надо купить ещё куриных потрошков, чтобы потом всё перекрутить в мясорубку со свиной печёночкой. И тогда, ну, аромат, аромат в этой начинке блинчиков, чтоб печень чувствуется. И очень вкусный припус. Ментай у нас по 5 с копейками. 5,76 взяла, 2 ментайны опять. 2 резиновых ментайны. Я помню, как вы мне говорили её делать, помню. И взяла 2 уценённых яблока. Видать, люди уже разгребли, и 2 яблока одиноких болталось по ящику. Я их взяла и взвесила. Всё, больше, девочки, ничего нет, ничего не купила. Без всего этого можно было обойтись. Без печёнки можно было обойтись, без яблок обойтись, без ментая тоже можно было обойтись. Ну, яиц нету, яиц надо было купить. Вот и все мои покупки. Вот, захожу, стоит у магазина Женька. Женька живёт в этом магазине, в этом доме, где магазин соседей и секонд. Пропитый мужик, пропитый, после инсульта ходит с палочкой, ноги за собой тягает. Жена тоже вся больная после инсульта, но жена ходит нормально. В общем, пропитая семья. С ними там живёт ещё брат. Вот, и стоит этот Женька в магазине. Я с ним поздоровалась. Я говорю, Женька, что ты тут путаешься под ногами? Он говорит, да вот два рубля надо. Ну, я так не отреагировала, походила, походила. Потом этих продуктов набрала. Кассе подошла, и он стоит возле кассы и так на всех смотрит. То есть, ловит своих знакомых, наверное. Я открываю кошелёк. У меня было две монетки по 50 копеек. Я так протянула, я говорю, Женька, на тебе, безвозмездно, без возврата. Он, ой, спасибо, ой, спасибо. Не, он вначале сказал, беру рубль, буду должен два. Я говорю, не надо без возврата. Чё-то мне так его стало жалко. Он стоит с палочкой, трясётся весь. Но он собирает на бутылку, да. Ну, я его много лет знаю. Сколько лет я дворником работала, 13 лет. Столько я его в глаза и знала. Пропитый вообще, вообще пропитый. На фоне алкоголя у него инсульт был. Вот сейчас ногу тягает, с палкой еле ходит, трясётся, колотится. Но рубль я ему подарила, девочки. Ну, чего-то вот такое иногда желание отдать человеку. Если он просит, значит, надо отдать. Если у человека душа просит выпить, значит, надо выпить. Сколько ты жизни, больше не будет жизни. И поэтому дала ему рубль. Или как-то так на душе мне легко, хорошо, что я как бы человеку сделала вот, ну, добро какое-то, я, понимаете. Чего-то вот так вот мне, ну, вот. Как говорится, на душу упал этот алкаш мне. Вот. Иногда хочется действительно помочь человеку, помочь людям. Там вот часто думаю, почему я не умею пользоваться вот картой, чтобы человеку что-то отправить вот как-то. У меня всё попадается в ленте. Этот Максим Сдержинска с онкологией, бедный. Видно по лицу, что ему плохо. Ну вот, если бы я что-то умела, я бы ему копеечку переслала. Ну, не умею я все эти вот делать вот операции, манипуляции с телефоном. И поэтому дала Женьке рубль. И как-то мне самой вот радостно. Даже вот как-то вот легко мне стало на душе. Не знаю почему. Сейчас будете писать, пишите. Мне всё равно, человек на выпилку потратит или на кусок ливерки. Мне разницы нет. Если человек просит и стоит, он просит, просит. Значит, если человек просит, надо дать. Вот. Ну, как-то вот так. Всё. Буду разложить свои покупочки. Если ещё что-то будет, девчонки, всё вам покажу и всё вам расскажу. Всё. Девочки, почистила картошечки себе. Сейчас поставлю вариться. И буду кушать, но без колбасы точно. Буду кушать просто с килечкой. Зажглась. Если мало подержишь комфорку, то она не уключается. Вот так я делаю. Вот сейчас картошку промыла. Сейчас беру так вот дно кастрюли. Вытираю, чтобы оно было сухое. Вот. И теперь ставлю. Потому что я вам показывала дырочку комфорочки. Когда-то во вчерашнем ролике показывала. Да, днём показывала. Ну, сейчас поставлю вариться перловку. Перловка разбухла. Как-то вот так. Вот картошка. Будет с килечкой в томате. А вот эта перловка, она уже разбухла. Он даже всю воду упитал. Сейчас промою её несколько раз. И залью водой, и будет вариться. Девочки, только не спрашивайте мне, как я её готовлю. Как я её варю. Вот она у меня сварилась. Я её промыла с чайника кипячёной водой. И всё. И масло добавляю. Как-то подогреваю в сковородочке. Или, ну, раздаю. Даже вот воду сцежу и не промываю. А сразу маслице ложу и свеженькую ем. А остальную уже промываю, чтобы она не слиплась. Ну, как-то так вот по-разному. Ну, как можно варить перловку? Можно, конечно, по-царски, как я делала. Куриную грудку меленько порезать, обжарить. Лучок, морковочка. И получится такое, как плов. Это, конечно, обалденно вкусно. Так что, девчонки, будем есть картошку. С килькой. Приходите. Вот такая кильечка в томате. И сейчас будет готова картошечка с лавровым листиком, с черным перчиком. А там перловочка сейчас закипит. Ну, что, девчонки, вот такой мой обед. Сейчас без 10-4. Картошечка, чесночок замороженный покрошила. Картошечка с маслицем. Кильечка. И морская капусточка. Вот такой мой обед. Приятного вам всем аппетита. Кто сейчас тоже без 15-4 кушает. Поела картошку с морской капустой. С кильечкой. Очень вкусно. Но так хочу творога. Прямо аж вот, аж язык на орбиту вылазит. Так хочу творога с сахаром. Ой, не знаю, что это такое. Это какой-то опиум для меня. Наркотик. Так хочу творога. Немножечко отщепнула от пачки. А сегодня творога не купила. Значит, еще мне на один раз есть творожка. А потом буду лапу сосать. Так что, ой, как хочу с сахаром творожка просто. Все. Всем приятного аппетита тоже. А еще и с кусочком батона. Мне показалось мало еды. Глянула на батон. Батона хочу, девочки. Во. Еще и с кусочком батона. Сейчас как наверну. И вот это будет у меня обед. А еще ужин будет. Каша перловая. Так что, девочки, кушаем все. Но после шести только не кушаем ничего. Так что вот, буду кушать сладкий творог с батоном. Четыре часа. Привет всем. Привет моим зрителям, моим подписчикам. Привет. Вот такие у нас сегодня лужи. Лесовая температура. Сегодня у нас среда. Вот, я выбралась немножко пройтись. Еле-еле душа в теле. Потому что с самого утра смотрю фильм «Ленинград 46». Который мне посоветовала мама 2ХЛ. Я его как-то раньше видела. Но, наверное, не все серии. Смотрю захлеб. Не могу оторваться. Вот. Вышла, положила денежку на телефон. На один. Хотела положить на второй. Но не оказалось у меня мелкой купюры. 5 рублей, чтобы положить. Так что не положила. Вот. Что хочу еще сказать. Не знаю, куда я пойду. Но куда-нибудь пойду, пройдусь. Потому что дурно дома. Два дня сижу дома. Продукты покупать не буду. Ничего мне не надо. Ну вот, вроде бы лужи. Телефон несу в руках. Руки мерзнут. Записалась на завтра на стрижку. На 2 часа дня. Пойду к своей Оле. Постригусь. Потому что уже на голове. Что жря. Все отключаюсь. Потому что мерзнет рука. Вот такая свинина. У нас тазобедренная часть. 8,90. Вот. Тазобедренная. А вот это по 7,99. Шей. Шейно-лопаточная. По 7,99. А вот это по 8,90. Ну вот, полностью витрина завалена мясом. По 7 рублей такое. А вот такое по 8. Это, девочки, фермерский магазин. Дары от Зари у нас. Такие цены на мясо. Никого нет. Мясо валом. Да я вышла на советскую. Иду прямо. Пойду вот так вот прямо. До парка. После парка сяду на троллейбус. Приеду домой. Надо прогуляться немножко. А то я дома уже засиделась. В этом ютубе. С этими фильмами. Такие у нас лужи. Такой у нас грязный снег. Сейчас дойду до фикс-прайса. Может, отбеливатель будет. Так куплю. Пачечку одну или две. Для себя. Полотенце скипячу в отбеливателе. Слышите, какой ветер у нас? В этом роддоме я Ирину рожала. Сейчас здесь какой-то исполнительный комитет. А я тут рожала Ирину. На втором этаже родзал. Правда, интересно. Роддом превратили в исполнительный комитет. Ой, девочки, надо капюшон одевать и руки прятать. Холодно. Вот я нахожусь в обычной аптеке на Рогачёвской. Кто-то со мной спорил аж до полусмерти, что очки в аптеке не продаются. В обычной аптеке продаются очки. Кто-то там со мной спорил аж синел. Вот я сказала, что я вам засниму, что в обычной аптеке продаются очки от зрения. Вот минус четыре лежит или плюс четыре. Вот. Обычная аптека. А вы всё со мной спорите? Всё хотите доказать что-то своё? Не получается у вас. Я вам всё равно всё доказываю, что если я сказала, что в обычной аптеке продаются очки, значит, они продаются. Ну, вот так смотрится мой ужин. Перловая кашка вот с таким кусочком ветчины и морская капусточка. Девочки, лежат у холодильника и уши свиные, и ноги, и никак не сварю холодец. Но вспомнила, посмотрела, посмотрела в универмаге и вспомнила канал Татьяна Новикова с Бреста с Сашей жизнь, как она есть. Однажды Саша купил такой холодец и говорит, надо попробовать. Взяли на пробу. Так и я. Вот буковка Б, Брест. Вот студень написано праздничный. Брестский мясокомбинат. Сейчас попробую, что за студень. Попробую. Как говорит Баранов, надо не пробовать, а надо есть. Ну вот, попробуем. Что это за студень? Что-то захотелось. Мне нельзя заходить в магазин. Девочки, если я иду в город, мне не надо брать кошелек вообще. Мне надо вынуть талоны на транспорт и все. И без кошелька идти. А иначе, понимаете, вот глаз так падает, особенно на продукты глаз падает. Вот можно было обойти без этого холодца. О, тут еще и под пленкой открыла. Тут еще и под пленкой. Ой. Вот захотелось мне такого холодца со свежим хлебушком. Сейчас ударим по холодцу, девчонки. Такой вот он так трудно закрыт. Плотно, трудно его открывать. Сейчас скроем. Ой, как вкусно пахнет. Настоящий холодец. Настоящие, девочки, холодец. Ну, это ж надо. Уши лежат у меня с осени в холодильнике. Не могу сделать. Посмотрите, какой аппетитный брестский холодец. Цена всего 3 рубля 66 копеек. Ой, чесночком так пахнет. Все, девочки, буду кушать. С мягеньким хлебушком, девочки. Четвертиночку хлебушка в универмаге купила. У нас режут по четвертинкам даже. Хлебушек мягенький. Дышит, как Миша. Миша, дыша. Ой, девочки, как хочу магазинного холодца. Вот, хороший холодец. Люблю я вот магазинные вещи. Вот государственные, вкусные. Вот это вот все. Вот свое не такое. Магазинное вкусное. Все, девочки, буду кушать. Приятного всем аппетита. Девочки, какая вкуснятина. Ела бы и ела. Просто не хочу на ночной едаться. Вот сколько съела. Пол коробки. Какой вкусный брестский холодец. Спасибо Саше и Тане из Бреста. Они как-то взяли такой холодец. Сказали, попробовать надо. Ну, вот и я взяла. Вкусный, очень вкусный. Солененький. Чесночком пахнет. Обычный домашний холодец. Солененький. Нет. Понял.